всем добрый день за последнюю неделю у нас накопилось большое количество вопросов от клиентов и сегодня иван портной seo promway ответит на них вы задавали большое количество вопросов они были с объемными формулировками мы постарались их максимально ужать и разбить по определенным тематикам и сейчас вам ответит на эти вопросы и так вами за прошлой неделе у нас произошли изменения тарифов изменения в платности каталога чем мы начали говорить о том что у нас платность каталога ближайшее время все будет становиться все больше и больше и понятно возникло большое количество вопросов и так у нас много вопросов на тему где в аферке написано что вы имеете право в один день менять условия или удалять мои товары из каталога привет всем до перед тем как отвечать на этот вопрос хотел бы немножко за синхронизироваться читая комментарии в фейсбуке сложилось впечатление что не совсем все однозначно понимают то что на самом деле происходит именно поэтому мы решили организовать эту встречу и до руководство читает комментарии в фейсбуке отвечая на вопрос про аферту и почему все так резко в один день на самом деле такой вопрос немножко с юридической плоскости и ну наверное ответ о том что наши юристы подстраховались и предусмотрели все эти пункты это не совсем адекватный ответ потому что я бы рассматривал этот вопрос в большей степени с юридической точки зрения ас не знаю с морально-этической имеет ли вообще там промправо что-то делать в один день моё мнение что переключать там на платность каталог в один день нельзя и на самом деле мы так и не делаем но судя по комментариям я вижу что участие продавцов сложилось такое ложное впечатление что вот там типа наступило 1 августа и все 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 изменилось нет скажу честно мы обсуждали разные сценарии как можно это все реализовать как можно это запустить и для себя мы выбрали самый-самый-самый длительный сценарий перехода на платность а именно с 1 августа мы запускаем новую линейку пакетов которая уже будет в себе подразумевать то что на самом деле происходит на портале сейчас получить бесплатные заказы на портале с каждым днем все сложнее и сложнее обещать их продавцу продавая пакет не совсем честно поэтому мы уменьшили пакетную часть и добавили больше просейлов которые уже сразу же идут в пакете при этом пересмотрели лимиты на примере даже там одного из самых популярных пакетов раньше он стоил 4900 но продавцы обычно еще там где-то тысячу гривен тратили на просейлы потому что уже нельзя без просейлов получить достаточное количество заказов с каталога вот за 5 900 они получали по моему там лимиты были сколько не помнишь там порядка двух тысяч и сейчас мы выкатили пакет который стоит у нас 5 900 что-то около того который в себе уже имеет две с половиной тысячи просейлов то есть значительно больше чем если бы это было в старой линейке пакетов и лимиты 6000 товаров мы попытались сделать условия чуть более честными почему с нашей точки зрения это более честные условия потому что раньше когда мы просто продавали чисто пакеты у нас один клиент который платил такую же стоимость как второй клиент за пакет они могли получать совершенно разные результаты то есть кто-то заплатил там и не потому что у второй лучше работает не знаю не потому что второй там я не знаю какой-то имеет специфический ассортимент или еще что-то чаще всего они даже очень сильно похожи и по цене и по качеству обслуживания ну из-за того что может кто-то чуть раньше попал в каталог может из-за того что где-то кто-то чуть более хитрый и наплодил этих больше сайтов поэтому ему получается бесплатными сайтами больше собирать заказов с каталога мы решили сделать более справедливую систему мы хотим привести каталог в такой вид где вы как продавцы будете платить только за результат не будете платить за эфемерное какое-то там а вдруг повезет вдруг я выцеплю бесплатные заказы а платить честно именно поэтому мы уменьшили пакетную часть и увеличили проселы которые есть в пакете еще раз хочу подчеркнуть или там более детализировать что на самом деле сейчас происходит в каталоге ваши товары если вы остаетесь на старом пакете до окончания пакета ваши товары отображаются в каталоге они никуда не исчезают они будут доступны для поисковых систем пользователь который будет находить ссылку на ваш товар в поисковой системе он будет переходить это будет происходить вплоть до окончания пакета пользователи переходя на вашу страничку компании в каталоге тоже будут видеть ваши товары в полном объеме и мы никакой товар, ни из каких категорий ваших не будем удалять. Что будет происходить на самом деле? Мы смотрим на странички, которые у нас собирают уже большую часть заказов платными. То есть, например, у нас есть, не знаю, категория одежда. Конкретный URL, женская одежда, или пускай даже будет женские платья. Мы сейчас говорим страницы, имеем в виду категории. Нет, мы сейчас говорим страницы, имеем в виду прям страница-страница. Потому что вот как раз в этом я вижу, что, судя по комментариям в Фейсбуке, основное недопонимание случилось вместе с продавцами. Мы не умеем исключать категорию из каталога. Мы не можем взять и, там, не знаю, женские платья, исключить из всех-всех-всех страниц каталога. Мы смотрим на страничку, например, женские платья, и видим, что там большинство заказов уже уходят платным, платному размещению. Остается там каких-нибудь 5, 10, 15% на бесплатных заказах. Получается, что ассортимент при этом, на самом деле, 80% ассортимента – это бесплатные товары. То есть, условно говоря, мы вот этому всему ассортименту, всем этим компаниям пообещали, что они будут получать бесплатные заказы. Но на самом деле не так. На самом деле, например, в этой категории уже там 85% получают товары, которые размещаются в ProSale, 85% заказов. Поэтому мы просто честно говорим, что теперь вот этот URL, теперь эта страница становится платной. Но нужно понимать, что если ваш товар находится в этой странице, и он, например, не в ProSale, он с этой страницы исчезнет. Но он не исчезнет с десятков других страниц. У нас категории – это только всего лишь 15% заказов с нашего каталога. Основные заказы у нас идут с поиска внутри каталога, с теговых страниц, которые мы специально заготавливаем для поисковых систем. И вот там, например, ваш товар может не размещаться в категории «женские платья», но, например, по тегу «коктейльные платья» или «платья в горошинку», который еще не набрал вот этой платности, там будет до сих пор бесплатная выдача, там будет еще большой процент заказов на бесплатном, до тех пор, пока там не наберется критическая масса. И продавцы задают вопрос «дайте нам список категорий». Можно дать список категорий, но это не совсем будет честно, потому что на самом деле это не отображает всей картины. Каждый день какие-то страницы добавляются, какие-то убавляются, которые соответствуют вот этому критерию. Больше 70% заказов на этой странице происходят платно. Вот таким вот образом мы для себя определяем, какая страница уже готова, чтобы перейти на платность, какая не готова, чтобы перейти на платность. Давай я попробую подрезонировать. Итак, если у меня мое платье находится в категории «женское платье», и посетитель на портале заходит в категорию «одежда женская», «женское платье», то если категория «женское платье» стала платными, тут моих товаров не будет. Да, именно по вот этому URL, по вот этому адресу. По вот этому адресу. Но при этом, если пользователь набирает условное «платье в горошек», которое по сути тоже относится к женским платьям, у меня мой товар будет отображаться, если это мое платье в горошек, в тегах «платье в горошек», название «платье в горошек». Если платье в горошек еще не перешло на платность, если там еще недостаточно вот этого процента заказов платных, то да, он будет отображаться бесплатным. И в этом основное отличие. Более того, даже если большинство тегов, страниц мы переведем на платность, все равно до окончания пакета размещение на вашей странице компании на портале всех ваших товаров, они будут бесплатные. Все-все, даже те, которые не участвуют в процентах, они будут отображаться. Для поисковых систем они тоже будут. Еще очень важный момент, который там тоже задавали в Фейсбуке, а на сайте компании. Сайт компании – это зона полностью продавца. Мы ни в коем случае никогда не будем брать никаких комиссий с сайтов компании. Это, скажем так, та удочка, которую мы даем продавцу, с помощью которой он сколько рыбы наловил, это все его заслуга, и мы не вправе как-то брать комиссию с этого улова. Но каталог – это, по сути, озеро, которое мы постоянно пополняем еще рекламными компаниями, SEO-оптимизациями и так далее. Поэтому мы потом новые рыбы разводим и заводим и даем доступ. И кто сколько наловил, вот мы пытаемся как-то более честно монетизировать этих продавцов. Давай, на всяком случае, уточним по сайту компаний. То есть мы ни в коем случае не закрываем от поисковых роботов Google? Не закрываем. Потому что такой вопрос был? Нет. Мы вообще… Новая линейка пакетов никак не затрагивает сайты компаний. Более того, даже вот пакетная часть, если пересчитать, она стала стоить меньше, дешевле. Мы в пакетов намного больше засунули просейлов. Хорошо. Следующий вопрос у нас, по сути, ты на него ответил, но давай еще раз проговорим. Дайте вы список платных категорий, объясните, по какому принципу они будут становиться платными. Давай просто подведем итог. Давай подведем итог. Еще раз, мы можем написать сейчас список платных категорий, но это будет список, условно говоря, из 90 каких-то URL, которые сейчас вот именно в категориях переведены на платность. Но при этом это не значит, что все товары, которые размещаются в этом категории, полностью исчезли с каталога. Это значит, что они отображаются в куче других мест каталога, которые еще не переведены на платность, тегов и так далее. Почему мы не можем дать этот список вот прям с тегами, с поисковыми запросами, которые уже платные, не платные? Потому что это динамический алгоритм, он постоянно меняется. И если мы вот прямо сейчас сделаем выгрузку, подготовим письмо, отправим сегодня вечером, завтра, там утром, завтра это уже будет совсем другой список, то есть он будет уже не актуален. Он будет только расти? И скорее всего, что мы ожидаем, что конкуренция будет расти и, соответственно, платность в категориях будет увеличиваться и, соответственно, больше категорий, больше поисковых запросов, больше тегов будут перешагивать вот этот порог. 70% заказов в этом поисковом запросе или в этом там теге становятся платными и категория переключается, тег переключается на платность. Очень важный еще момент. Это не значит вот 70% заказов, именно заказов, ни кликов, ни трафика, ни посещений. Почему? Потому что дальше вот там внизу где-нибудь на 50-й странице могут пользователи тоже заходить, кликать или еще что-то делать. Но на самом деле там активность пользователей значительно меньше, они уже меньше заказывают, чем на первых страницах. Именно поэтому мы хотим ограничить, чтобы оставить более, так сказать, конверсионное поведение для того, чтобы еще более честно монетизировать размещение у нас в каталоге. То есть я подвожу итог. У нас переход на платность осуществляется динамически. То есть нету, не знаю, условный, Ваня портной не приходит и говорит, так, все там, вот этот тег мы переводим. Это происходит на… Мы даже не знаем, какой тег, когда перейдет. Это все зависит от конкуренции. Собственно, поэтому мы не можем сказать… Да, отвечая на возражение, аргумент, почему в один день. На самом деле не в один день. На самом деле мы этот процесс растянули на год. С 1 августа ничего не поменялось. Вот там 20 июля было все то же самое. С 1 августа поменялась линейка пакетов. И мы просто более честно и открыто начали говорить, что смотрите, вот эти категории уже почти полностью платными стали. Поэтому мы их делаем полностью платными, чтобы всех остальных не обманывать и не говорить, что здесь там можно еще бесплатно что-то получить. Уже нельзя. И 20 июля нельзя было. И сейчас уже особо нельзя. Поэтому мы потихонечку их переводим и более честную линейку пакетов делаем. И на протяжении года осуществляем этот переход. Вот если у вас старый пакет, он заканчивается, не знаю, например, там в октябре. Вы все так дальше продолжаете получать заказы. Да, с ростом конкуренции, если вы не пользуетесь ProSale, вы будете получать меньше и меньше заказов, потому что конкуренция постоянно растет. И от этого никуда не деться. Но если вы пользуетесь ProSale, вы будете размещаться в ProSale и получать еще больше заказов, потому что конкуренция в органической выдаче, она, ну, по сути, исчезает, потому что мы ее отключаем. Отключаем. При этом расширяются возможности для размещения через ProSale. И я на всякий случай, да, напоминаю, что у нас в категориях, которые являются платами, это 15% трафика туда приходится. 85% приходится именно на теговую, поисковую. Да, на поисковую, на теговую, на какие-то специфические URL-ы, мобильные приложения. Это, это вот только 15%. Хорошо, с этим вопросом закончили. Идем дальше. Вопрос, собственно, больше про пакет. За что я теперь плачу деньги? Что теперь входит в пакет? По сути, просто сайт, если я не использую ProSale? Да, если смотреть вот чисто пакетную часть, да, там без ProSale, она сейчас в новой линейке пакетов уменьшилась. И что теперь в нее входит? Первое, то, что для всех очевидно, то, что упоминается в комментариях, это конструктор сайтов. Простой, скажем так, он, конечно, далеко не конкурент каким-нибудь Wix, Shopify, но он никогда не будет конкурентом Wix и Shopify по цене. Мы никогда не будем за вот такой простой конструктор сайтов брать какие-то там тысячи, сотни долларов, как это берут Shopify, Wix и так далее. Мы считаем, что в электронной коммерции должен остаться вот такой простой способ получить какой-то максимально функциональный, может быть, там не самый кастомизируемый, не можно все подтюнить, но это и не является какой-то собственной разработкой, поэтому это не просто разработчик сел, там тебе нарисовал дизайн какой хочешь, кнопочки подвигал как хочешь, но он полностью функциональный, он рабочий, он приносит заказы и он стоит минимальных денег. Второй кусок, немаловажный, который входит в стоимость пакета, это, собственно, там размещение на серверах. Неважно, где вы размещаетесь, на проме или где-то там на внешнем собственном сайте. Если вы захочете ежедневно перезагружать своих ассортимент в 100 тысяч товаров, ну, это будет стоить недешево. Поэтому в зависимости от лимитов товаров мы тоже устанавливаем какую-то там свою цену. Третий очень важный кусок, который входит в пакеты, это, по сути, CMS, это управление вашим контентом, управление вашим заказом, управление вашим бизнесом в интернете. Почему я использую именно такую формулировку управлением бизнесом в интернете? Потому что сейчас на проме можно уже управлять через наш кабинет, можно управлять заказами с собственного сайта, который создан на платформе промо, можно управлять заказами с каталога промо, можно управлять заказами из бегля. И вот сейчас мы уже тестируем, мы некоторых клиентов подключили к бета-тестированию, к возможности управлять ассортиментом и заказом с розетки. И мы хотим сделать так, чтобы вот наш бизнес, конструктор сайтов, постепенно трансформировался как в центр управления электронной коммерцией в Украине. Даже, возможно, в будущем сделаем так, чтобы ты мог подключить к своему собственному сайту, чтобы обрабатывать все-все-все заказы в одном месте, ввести клиентов, тегировать, перепроверять информацию, насколько это надежный клиент или ненадежный, перепроверяя отзывы о клиентах. И что бы это можно было сделать в одном месте? Из-за вот этого, да, мы будем брать какую-то свою пакетную часть. Плюс конструктор сайта, плюс хостинг, о котором я говорил. Все остальное мы будем больше переводить в оплату за результат. Если мы переходим в оплату за результат, будет ли возможность отказаться от своего сайта, а просто размещаться на ProSale? Мы сейчас обсуждаем этот вопрос после запуска новых пакетов. Мы услышали такую обратную связь от продавцов. И в данный момент мы обсуждаем возможность создания отдельного пакета, который будет размещаться только в каталоге, без конструктора сайта промо. Но это не будет так, что вот ты просто заплатил тысячу ProSale и размещаешься бесплатно. Там будет тоже своя пакетная часть. Она, наверное, будет еще меньше, чем та, которая сейчас есть. Но она будет, потому что все равно остается хостинг, остаются сервера, остается система управления заказами в интернетах. Тогда переходим дальше. И такой болезненный вопрос. Переход с CPC на CPA. Какие планы? Тут у нас такой глобальный вопрос. Я зачитаю все две части. Переход с CPC на CPA. Какие планы? Когда нас ждет переход на CPS? И когда все-таки будет перезапуск безопасной сделки? Давайте еще раз разберемся с терминологией, чтобы все были на одной волне. CPC — это оплата за клик, то есть, по сути, оплата за трафик, который мы приводим на карточке товара, но, условно говоря, не гарантируем результат. CPA — это оплата за действия. И чаще всего это просто за заявку, за заказ, который не обязательно приведет к конкретному, уже свершившемся какой-то сделке. Но, тем не менее, мы пытаемся в своей системе CPA, в своей системе оплаты за заказ, сделать так, чтобы можно было каких-то часть сделок, которые не совершились, можно было вернуть комиссию. И это было ближе к CPS, к оплатам непосредственно за совершенный заказ. Отвечая на вопрос, там тоже в комментариях очень много прочитал о том, что с 1 августа мы якобы уже переходим на оплату за заказы, все, теперь кто размещался по CPC, должен теперь обязательно размещаться по CPC. CPA — неправда, это полностью не так. Как я везде рассказывал в каких-то предыдущих интервью, как мы рассказываем на всех наших семинарах, конференциях, во всех постах, у нас сейчас доступно 2 системы. Оплата за клики, за трафик, оплата за заказы, оплаты за действия CPA. И они будут доступны, ну вот там в ближайшее время я не вижу, что мы от какой-то системы отказывались. Но что будет происходить? Мы верим в то, что платить за трафик, который не факт, что еще привел к заказу, ну это тоже не самая честная модель монетизации. Есть более честная оплата за заказы. Вот получил результат, оплати, поделись. Это самый честный, самый открытый способ монетизации, который вообще может быть. Поэтому мы будем вкладывать очень много ресурсов, в том числе очень много ресурсов в разработки, для того, чтобы эту систему доточить до такого состояния, чтобы продавцу не было смысла размещаться на системе по оплате за клик. Чтобы они переходили обязательно с CPA на систему по оплате за заказ. На примере вот последних наших изменений мы узнали, ну как узнали, нам дали обратную связь, мы на нее отреагировали, что оказывается клики в одних и тех же категориях, занимаешься ты оптом или розницей, они очень разнятся, потому что очень сильно разнятся наценки, которые существуют у этих продавцов. Поэтому необходимо было добавить такой фильтр, чтобы отдельно был аукцион для розницы, отдельно для опта. Мы его вот совсем недавно там добавили. Еще тоже была обратная связь по поводу того, что пользователь заказал товар, не пришел на новую почту, и теперь у меня сделки как бы не было. Я вот этих 12%, а для тех, кто нас слушает и не знает, в оплате, в системе по оплате за действия в CPA, есть возможность, если сделка не состоялась, вернуть до 12% заказов, которые у вас совершили. То есть до 12% вы можете автоматически, без дополнительных модераторов или еще что-то, просто отметить, что сделка не состоялась, верните мне, пожалуйста, комиссию. И вот на самом деле были случаи, когда нам говорили о том, что да, я уже 12% наотменял, но вот у меня еще есть случай, когда человек не пришел на новую почту. Специально для них мы тоже допилили функционал, который позволяет создать ТТН-ку в личном кабинете, и тогда мы знаем, пришел, не пришел клиент за заказом, мы в случае, если все-таки сделка не состоялась, автоматически возвращаем комиссию. Вообще пытаемся максимально уйти от того, чтобы брать какие-то там лишние деньги. Еще из обратной связи, которую мы совсем недавно слышали, продавать платье, например, за 800 гривен, и продавать платье за 8000 гривен, хотя это вроде как бы одна категория, на которую сейчас у нас стоит один и тот же процент. На самом деле это совсем разные вещи. Почему? Потому что наценка у платья за 800 гривен значительно выше, чем наценка в процентном соотношении, чем наценка у платья за 5, 6, 8 тысяч гривен. Поэтому мы сейчас внутри обсуждаем, какой нам инструмент еще нужно допилить для того, чтобы была вот возможность, да, там, в зависимости от стоимости товара, от среднего чека, не важно, что это все лежит в одной категории, чтобы можно было как-то более тонко управлять этой штукой. Еще из обратной связи, которую мы совсем недавно услышали, это то, что да, CPA, да, оплата за заказы – это круто, но она не во всех категориях работает. В каких-то категориях 12% более чем достаточно, потому что там практически все заказы, которые совершили, и выполняются. А в каких-то категориях, например, там одежды, где есть вот эта сложность из комбинации размер, подошел полноразмерный, неполноразмерный, цвет, не цвет, и там вообще, в принципе, до заказа очень большой процент клиентов не доходит. Может быть, там 30% заказов отменено, просто даже не отправили никуда на новую почту, и не произошел заказ. А мы разрешаем только 12%. Мы между собой обсуждаем, как нам изменить вот там наши правила внутри по этой системе, для того, чтобы в зависимости от категории этот порог был разным. На самом деле мы будем очень плавно и постепенно улучшать модель монетизации с оплатой за заказ. Мы верим в нее, потому что это самая честная модель. Каким образом мы будем улучшать? Слушать обратную связь от клиентов. Вот уже сейчас есть категории, которые очень хорошо и сильно перешли, и почти все там заказы, которые сейчас в проселах крутятся, они крутятся через CPA, они крутятся через модель по оплате за заказ. А есть категории там, где CPA вообще занимает очень маленькую долю. Почему так происходит? Надо идти к клиентам, надо спрашивать, что-то не так. Может, мы не учли какой-то кейс, а может, мы просто банально высокую ставку поставили процентную, и просто продавцу это невыгодно. Значит, мы должны пересмотреть в этих категориях наши ставки, сделать их нише и сделать так, чтобы продавцу было более выгоднее размещаться в новой вот этой системе, более справедливой, а не в старой рекламной системе с оплатой за клик. Потому что за клик, ну, где-то в мобильных устройствах, например, пользователи любят больше сидеть, проклацывать, просматривать. Больше просматривают, больше кликают, но не факт, что это приводит к заказам. К десктоп, в десктопе на первых страницах пользователи там имеют выше конверсию, чем это на второй, там на третьей странице. Поэтому нужно уходить от вот этого там CPC, оплаты за трафик, который на самом деле это хорошо, это уже лучше, чем просто за пакет, это и будет, что будет. Но это все равно не идеальная модель. Нужно переходить к оплате за заказ. Есть ценность для клиента? Окей, значит, и мы заработали свой кусочек от этой ценности. Нету ценности для клиента? Значит, мы ничего не заработали, мы ничего клиенту не дали, мы ничего не заработали, мы ничего не вправе выпрашивать и вымогать из него. Скажи, пожалуйста, чего нам сейчас, как компании, не хватает? Какой информации, чтобы принять правильное решение? На самом деле, если вот есть у клиентов какая-то обратная связь, почему в их нише, в их категории, по каким-то причинам CPC до сих пор остается более выгодным, чем модель CPA оплаты за заказ, напишите там в комментариях, где там, как это обычно делают блогеры. Дайте эту обратную связь. Мы стараемся максимально из этой длиннющей ленты комментариев, которые эмоциональные, найти вот эти рациональные кусочки и, как вы слышите, вроде как вычленить для того, чтобы взять в работу. Пишите рациональные комментарии, мы их будем брать. Просто я периодически сталкиваюсь с комментариями, когда люди говорят, что про те же платья, про одежду, скажем так, что до 50% идет отказа, да? Или когда платье, ну, условная одежда попадает на новую почту, человек ее померил, говорит, не подошло. Хотя вроде бы продавец все сделал, он проконсультировал как только мог, он попросил все замеры. Человек сказал, нет-нет, я все знаю, мне этот размер подходит, и потом идет отказ. Такие случаи всегда будут, это же, мы же не живем в каком-то идеальном мире, где у нас 100% заказов положили в корзину, 100% заказов забрались в новой почте. Но это иллюзия, это утопия, такого не будет. Будет какой-то процент отмен в любом случае, наверное, в разных категориях он разный, и нам просто нужно понять это вместе с продавцами в том числе и привести нашу систему к тому, что происходит в реальности, в реальном мире. Как продавцы могут нам помочь в этом, чтобы мы поняли в какой категории, какое там плюс-минус количество отказов? Два пункта. Первый пункт, пишите обратную связь в комментариях. Второй пункт, пробуйте CPA. Переходите с CPC на CPA, попробуйте, узнайте, посчитайте. Если оно вам более выгоднее, вы останетесь. Если мы будем видеть, что вы почему-то попробовали и вернулись обратно, мы же это все по аналитике видим. Мы потом дальше выгружаем в себе эти категории, мы выгружаем эти данные и пытаемся проанализировать, отправить отдельные опроснички, позвать клиентов в офис поговорить, съездить на семинар, обсудить какие-то проблемы и получить таким образом обратную связь. Но если вы не будете пробовать, то мы и не узнаем, что там не так. Поэтому большая просьба. Вторая часть вопроса у нас касалась, когда будет перезапуск безопасной сделки, потому что, ну, я так понимаю, в любом случае это как один из ключей перехода на CPC. Да, если у нас будет безопасная сделка, то вот брать свой справедливый небольшой процент от каждого заказа будет еще более прозрачно, еще более понятнее. И мы не будем наперед, там, наверное, требовать деньги, а можно будет сразу же там как-то вычленять его. Ну, не знаю, это, наверное, уже про какое-то совсем далекое будущее я говорю, чтобы все не ожидали, что сразу с запуском безопасной сделки это будет. Но в целом мы уже планируем этой осенью в закрытом бета-тесте тестировать активно новую безопасную сделку, которая будет выглядеть так, что прямо в корзине. Не где-то там вы отправляете какие-то отдельные ссылочки клиентам и просите там что-то сделать дополнительно, а прямо в корзине клиент будет вводить свою карту, будет оплачивать, мы ему будем сразу объяснять, что эти деньги будут висеть на виртуальном счете до тех пор, пока продавец там с вами не свяжется, не выполнит заказ. И только когда выполнится заказ, эти деньги перейдут продавцу. И будем тоже объяснять, что если он заказал товар и как бы не пришел на отделение новой почты, то сори, ну, мы не можем там вернуть полностью сумму, мы вынуждены часть процента, который там, не знаю, будет покрывать обратную доставку, забирать себе. Мы планируем всю эту осень активно тестировать. Моя такая лично амбициозная надежда, желание, чтобы к началу следующего года, к январю месяца, у нас уже было все оттестировано, все закрытые бета-тестирования мы провели, и мы могли активно покупателям предлагать этот продукт, переключать, потому что мы прямо в корзину, прямо вот в каждой корзине будет там, хотим, чтобы была эта формочка безопасной сделки, чтобы все понимали, что промо – это самое безопасное место, где можно вообще, в принципе, покупать в Уанете. И, возможно, даже усилим рекламной кампанией, не знаю, мы там внутри это еще обсуждаем, но было бы логично еще усилить такой важный, серьезный инструмент рекламной кампании по ТВ. Я правильно понимаю, то есть к новогоднему сезону новой безопасной сделки в открытом варианте не будет? Не ожидать. Объясню почему. Потому что, может, там продавцам так не кажется, но на самом деле мы очень сильно заботимся о бизнесах продавцов. Если мы в новогодний сезон будем устраивать какую-то карусель, тест-драйв, переучивать покупателей, пользоваться промо, это будет ад для всех. Поэтому мы не хотим лезть в высокий бизнес-сезон. Мы просто тихонечко себе тестируем все инструменты. Как только бизнес-сезон заканчивается, как только наступает там тишь, мы начинаем постепенно учить, потому что тогда мы меньше вредим текущим бизнес-процессам кампании. Чтобы к следующему бизнес-сезону уже все было красиво. Хорошо. У нас тогда такой следующий вопрос. Вы говорили, что все это делаете для чистоты и порядка в каталоге. И где эта чистота и порядок? Да, есть такая серия вопросов в комментариях. Честно, я достаточно самокритичный. Если спрашивать мою личную оценку, стало ли чище в каталоге, и уже можно сказать, что у нас чистота, это наступило или нет, я бы сказал, что нет, не наступило, я недоволен, я хочу еще. Но если смотреть по цифрам, то уже видно, что у нас, на самом деле, что такое чистота каталога? Ну, это такая достаточно субъективная штука. Есть, конечно, очевидные факты, когда ты смотришь, и там полностью мусор. А есть не совсем очевидные факты. Но есть простой показатель, который четко показывает, насколько понятен или непонятен та или иная выдача покупателю. Если покупатель после того, как увидел выдачу, ушел, значит что-то там не так. Если он закрывает вкладочку и идет куда-то дальше, значит у нас выдача настолько ужасная, что что-то там не так происходит. Если он листает, 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 ничего не нашел, ушел, Значит, выдача не чистая. Этот показатель можно легко увидеть, это процент bounce rate. Это вот процент пользователей, которые закрыли и ушли. Если раньше у нас процент пользователей, которые закрыли и ушли, их был 38, то уже сейчас за, ну, можно сказать, достаточно короткий промежуток времени, их уже 32%. Сказать, что это хороший результат, опять же, я самокритично говорю, нет, я хочу больше и требую от команды больше. Но, тем не менее, вот те системные процессы, которые мы запустили, да, объединив там выдачу просейловую, органическую, когда у нас теперь сортировки стали работать логичней, когда мы начинаем чистить каталог, лимитируя там товары для компаний, которые там размещали раньше по 100 тысяч, просто, ну, честно говоря, хлама. Но уже сейчас выдача стала лучше и уже сейчас это видно даже на каких-то таких процентных показателях, которые показывают, сколько процентов пользователей развернулись и ушли, что-то им прошло не так. Я думаю, за ближайший год вот те процессы, которые мы запустили, мы еще значительно подтянем этот показатель. Есть куда нам работать. Это вообще беспрерывный процесс, постоянно улучшать, 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 улучшать и улучшать до каких-нибудь искусственных интеллектов, которые будут предсказывать, какой же запрос ты все-таки хотел ввести, когда ты имел в виду, там, я не знаю, женские платья в коктейльную, в горошинку или еще что-то. По чистоте каталога, наверное, один из таких вопросов, который периодически проскакивает, и чаще всего именно эти скриншоты присылают и саппорту, и в фейсбук, это когда по, скажем так, безобидному запросу появляются товары эротического содержания. И очень много вопросов, как они вообще туда попадают, почему так происходит. Потому что когда выпадает такая выдача, идет запрос, вам есть 18 или нету 18, и я слышал такое вратное сядь, что многие говорят, я ожидаю, что если мне нету 18, я нажму кнопку «Мне нету 18», мне просто будут не показываться взрослые товары, но мне при этом просто убирают меня со страницы, выходят на новый поиск. А если я говорю, есть 18, то там все что угодно вылетает. На самом деле мы просто не можем четко определить, вот этот товар можно смотреть тому, кому есть 18 или нельзя. Почему? Потому что в большинстве своем это зависит от того, как этот товар наполнили. Потому что, к сожалению, очень часто продавцы помогают, назовем это нам в кавычках, делать каталог более грязным. Почему? Наверное, все знают об инструменте тегов в описании товаров, все ими пользовались, вводили ключевые слова. И вот если посмотреть на эти ключевые слова, очень много компаний пишут это все подряд. В том числе и те компании, которые занимаются интимными услугами, которые размещают свои интимные товары по разным тегам, категориям и так далее. Сейчас у нас уже разработан алгоритм, мы его пытаемся внедрить в жизнь, который умеет определять вот эти ключевые слова, которые введены, они вообще соответствуют этому товару или они вообще не соответствуют этому товару. И тогда мы их просто не будем учитывать. Это тоже должно отчасти почистить каталог. В целом, в будущем мы собираемся вообще уйти от этих ключевых слов, потому что это, назовем это мировой практикой. И у Яндекса, и у Гугла когда-то там в поиске использовались ключевые слова. Там есть отдельный метатех, который позволял вводить ключевые слова. Точно так же, как и у нас. Сейчас мы это позволяем делать. Но в итоге и они, и мы придем к тому, что мы будем с описания, названия самостоятельно формировать эти ключевые слова. Их не нужно будет заполнять. И они будут только те, которые действительно подходят под этот товар. Не будет, когда продается экскаватор, вроде все нормально, там есть еще дополнительные ключевые слова, а есть еще... Копать. Копать. Ну, и вот такие вещи, они по каталогу очень много где проскакивают. И поэтому алгоритмам очень сложно определить, это сейчас вот этот товар, это да, это действительно интимный товар, или это просто кто-то пытается распихать свой товар во все поисковые запросы, во все категории. Сейчас мы уже практически научились это делать. Я думаю, там уже в ближайшее время мы его применим, и еще больше будет чистая выдать. В ближайшее время это до конца года? До конца года это 100%. Никогда не говори 100%, 99%. Так, хорошо. И тогда у нас такой последний вопрос. Почему все сложилось одновременно? Да, у нас вот, как это, переход на платность, новые тарифы, в том числе там какие-то лимиты, ограничения по просейлам, которые мы отменили. Кстати, небольшой хотел бы дать комментарий по поводу лимитов. Мы увеличили лимиты, которые дневные можно поставить. Почему мы это сделали? Потому что мы заметили следующую штуку. Мы заметили, что к вечеру наш каталог пустеет, ночью он становится совсем пустым, а на выходных вообще пустым. Но это же не значит, что покупатели исчезли или не покупают. Это значит, что они в обед в своем офисе, попивая чаечек, начинают выбирать чего-то, что им нравится. Сохраняют где-то какие-то ссылочки на категории, на теги, на поисковые выдачи, на товары. Смотрят, смотрят, смотрят. Приходят вечером, хотят продолжить свой поиск или, возможно, даже уже купить. Открывают всю ту же категорию, все тот же тег, а там уже совсем другая выдача. Уже совсем другие товары, и вот то, что он хочет найти, уже нет. Более того, все продавцы просят, дайте нам больше заказов. Мы хотим больше заказов. Но ночью тоже заказывают, вечером тоже заказывают. На выходных всего лишь проседают заказы на 30-40%, но они не исчезают никуда. Это живые люди, это живые покупатели, которые заказывают. Вот, да, нужно придумать дополнительный бизнес-процесс, как обрабатывать заказы, которые поступили на выходных. И вот мы, общаясь на семинаре в Харькове, один продавец говорит, а я на выходных не работаю, я не могу принимать заказы. А второй продавец говорит, так я тоже не работаю. Но я посадил, арендовал менеджера в колл-центре, который просто перезванивает и говорит, да-да-да, спасибо, мы вас заказы увидели, приняли. В понедельник утром мы уточним у поставщика всю информацию и с вами свяжемся. И все, и он больше ничего не делает. Но покупателю уже окей, что с ним связались. Он уже чувствует какую-то ответственность, что вот, ну, там, типа, мне перезвонили, меня ждут. И все, процесс работает замечательно. Я понимаю, с другой стороны, продавцов, которые боятся, что им скликается чего-то лишнего, и поэтому пытаются управлять это вот такими алгоритмами. Это не нужно делать по двум причинам. Первая причина. Возможно, когда в самом-самом начале мы только запускали ProSale, и эта система была более экспериментальной, в этом функционале был смысл. Сейчас у нас система, которая фильтрует ложные клики, она отфильтровывает 12% кликов в каталоге. То есть она все, что не похоже на человеческое поведение, все, что не похоже на то, что могло, там, реальным пользователям произойти, она отсекает. 12%, то есть больше, чем каждый десятый клик, мы не считаем. Возможно, это даже реальный человек был. Но из-за того, что какие-то сомнительные действия от него, мы его отсекаем и не считаем. Другой момент. Опять же таки, акцентирую внимание, что мы специально из-за этого переходим с системы CPC оплаты за клик на систему оплаты за заказ, за действие. Мы не хотим, чтобы вы платили просто за трафик, который пришел, ушел и ничего не произошло. Если этот трафик к вам пришел, заказал, то окей, все замечательно. Тогда я не вижу причины, почему вам нужно чего-то ограничивать и отказываться. Если у вас вчера было там с вашими лимитами 5 заказов в день, а сегодня вы уберете эти лимиты, будет 10 заказов в день. Ну круто, это же больше заказов, которых все продавцы так просят и говорят, что дайте нам больше заказов. Вот они прямо под носом, ими можно пользоваться. Если продолжать отвечать на вопрос, почему так сложилось, что вот такие, там еще тоже у нас были проблемы, когда были проблемы с отображением заказов в личном кабинете. Почему это все вот прям в один период? И судя по комментариям в фейсбуке, у продавцов складывается впечатление, что какой-то крах, все летит в тартарары и все. Все, пром больше не торт, все плохо. Это плохое ощущение. Мы реально сожалеем, что оно такое появляется, появилось. Мы сами здесь тоже, как это, когда случаются вот такие ошибки, как случались с отображением заказов, разработчики не спят ночью, сидят, ремонтируют все, чтобы только утром пришли максимально пораньше для клиентов минимизировать дискомфорт, который происходит. А этот дискомфорт, он все-таки, ну, сложно, чтобы он сейчас не происходил. Почему? Потому что сейчас мы обновляем свою систему уже там порядка пару месяцев. Пытаемся обновить куски системы для того, чтобы она выдержала те нагрузки, которые нас ожидают в декабре. У нас пром — это растущая площадка. Мы сейчас приблизительно растем на 40% заказов год к году. У нас растет трафик, у нас растут нагрузки, мы меняем сервера. Возникает вопрос, когда это все делать? У нас есть в году два бизнес-сезона. Это весной, когда заказы начинают после там январьских праздников начинать расти, к февралю-марту получаются больше объема. И это новогодние праздники. Октябрь, ноябрь, декабрь, когда вот активная фаза сезона, все готовятся к новогодним праздникам. У нас табу внутри компании на запуск чего-то большого, масштабного, системного в этот период. Если мы в бизнес-сезон будем ломать жизнь продавцу, ну, это не по-партнерски, это неправильно. Но мы должны постоянно обновлять свою систему, чтобы выдерживать все больше и больше нагрузки. Мы растем, у нас растут заказы, у нас их становится больше. Когда это делать? Поэтому мы выбираем самый-самый низкий сезон лета, когда мы пытаемся все эти наши изменения, которые мы там глобальные, системные, технические накопили, внедрить. Именно поэтому вот сейчас такое складывается впечатление, что все и сразу. Запускать новые пакеты и алгоритмы ранжирования в декабре – это зло. Запускать новые пакеты и алгоритмы ранжирования посреди лета, когда у большинства покупателей отпуска – это тоже зло. Но это куда более меньшее зло, которое могло бы быть. Переустанавливать сервера, делать какие-то там рефакторинги и обновления систем глобальные, переезжать заказами в новую систему обработки заказов для того, чтобы выдерживать большие нагрузки. Этого нельзя делать в декабре, потому что тогда реально будет майдан под нашим офисом. Здесь будут стоять 40 тысяч продавцов, которые за то, что мы им ломаем бизнес, нас на виллах вынесут. Поэтому мы выбираем самый безопасный промежуток, когда вот безопаснее всего это сделать. Я понимаю, что все равно мы вредим каким-то бизнес-процессам продавцов. И нам искренне за это очень-очень жаль. И мы искренне сожалеем, что делаем это. Мы каждый раз пытаемся себе пообещать, что мы будем еще более аккуратнее делать, чтобы ничего такого не произошло. И постоянно что-то выплывает новое, неизвестное. Но вы должны понимать, почему это вот происходит так в один период. Потому что мы выбрали период отпусков для того, чтобы подготовиться к бизнес-сезону. По сути, у нас получилось такое неудачное стечение обстоятельств, когда с одной стороны были объявлены новые пакеты, и произошел этот очень-очень неприятный инцидент с отображением заказа. Буквально еще, да, последнее, вот то, что касается заказов, был такой комментарий, что почему вы там за ночь что-то не исправили. Я, наверное, попытаюсь, сам задал вопрос, и сам на него попытаюсь ответить. Потому что, к сожалению, когда мы говорим о одном каком-то отдельно стоящем сайте, то, наверное, да, разработчик может это быстро понять. Но когда у нас база промо и какое количество заказов, какое количество продавцов, то просто физически за ночь это не успевает происходить переиндексация и все то, что делала команда администрирования. Я добавлю, сами разработчики, там, тот исправление ошибки, которое есть, они делают очень быстро. Но если эта ошибка связана с какими-то данными, например, нужно переиндексировать эти данные, десятки тысяч заказов, сотни тысяч заказов. Вот этот процесс уже занимает достаточно много времени, и это выглядит приблизительно так. Разработчик исправил ошибку, запустил переиндексацию и сидит, наблюдает, ждет, пока это все перелопатится, пересчитается, переразнесется на все наши базы, которые у нас там много серверов распределенных, для того, чтобы все было максимально безопасно. Если где-то что-то сломалось, все равно была возможность восстановить, починить. Это требует времени. Спасибо тебе большое за ответы. Я надеюсь, что вам стало гораздо понятнее, куда движется промп, почему происходят те или иные изменения. И напоминаем, что если есть какие-то кейсы, которые мы не учли в контексте перехода с CPC на CPA, пожалуйста, напишите их в комментариях. Мы все комментарии читаем, мы все комментарии берем, принимаем во внимание и потом используем в доработке нашей системы. Всем спасибо, пока-пока. До свидания.